Вопрос. Спасибо за слово. Недавно на днях прочитал такое высказывание, когда сложно желать человеку или кораблю попутного ветра, если человек не знает, куда идти. Есть некоторая проблема, что сложно формировать собственные желания и собственные цели, но очень легко выполнять желания и цели, которые ставят другие люди. Практически нет нерешаемых вопросов. Как мне сказал наш человек, что буду потеть, бояться, но договорюсь с президентом, чтобы решить какой-то вопрос. Ну вот такова ваша природа. То есть вы очень глубокий интеллектуальный человек, но ваша воля, она имеет такое уникальное свойство. Она очень сильно и активно работает, когда ее стимулирует кто-то другой. И это хорошо. Есть разные люди. Есть люди, которые как танки сами пробивают себе путь. А есть люди, которые помогают кому-то пробивать путь. Ну то есть и то, и другое хорошо. То есть вас Бог таким создал, и здорово же, что вы можете помогать. Это такая ценность. Редкий случай, когда... Да, с вами согласен в этом вопросе, но когда... Периодически бывает время, когда нет человека, который не ставит задач, чувствуешь себя как компас, который попал на Северный полюс, да, и крутится, не знает, в какую сторону показать. Вот это называется уже то, что вам надо опираться больше не на людей в жизни, а на Бога. То есть вам нужна молитва. То есть вы сейчас говорите о трудных периодах жизни. Вот такой период, вот только он заканчивается сейчас. Вы пережили буквально, ну, месяцев 8-9 просто мыло. Ну, то настолько вам тяжело было, психика горела просто. То есть тяжелый период. В это время человек должен питаться уже от духовной жизни, не от людей. То есть вы обязательно найдете свое, как бы... У вас буквально через 2-3 месяца вы увидите, что начнет все налаживаться. Опять вы войдете в колею нормальной жизни. Но зачем, спрашиваются, нужны вот такие периоды, когда человек горит изнутри, когда им плохо становится. Такие периоды нужны для того, чтобы вы развивались изнутри. И они неизбежно будут в жизни. Понимаете? Неизбежно. Точно так же, как мужчина говорил, я пою, как бы, и мне легче становится, я чувствую счастье. Вам нужна какая-то деятельность уже, которая будет давать вам духовную энергию. Нужна подпитка. У вас нет сейчас такой активной подпитки в жизни, поэтому вы сгораете, у вас теряется энергия, здоровье, вы находитесь в депрессии сейчас. Причина — это отсутствие работы над собой, вот этой жизни другой, которая бы дала вам энергию жить. Я приведу пример. Вот я сегодня утром, был дождик, моросило, и как бы мы с перелета вчера, тяжелый день был очень. Я встал, хотел подняться с постели, не смог. Мой помощник Максим тоже не смог. Мы прощались, проспали еще час оба. Потом встали, как бы, я думаю, надо сейчас делать пробежку. У нас по плану день пробежка, день йога. Сегодня день пробежки. Я смотрю, дождь. Думаю, как же мы побежим, промокнем все. И потом думаю, надо бежать. Одеялись, побежали. Казалось, дождь не такой сильный, там чуть моросило. Такое столько счастья мы испытали в этой пробежке, и я вышел из штопора. То есть я приехал уставший, мне было тяжело вчера. А сегодня я почувствовал себя нормальным, здоровым человеком. Только из-за этой пробежки. Это называется работа над собой. Ты объединяешь себя с природой. Когда я бежал, я бежал вдоль реки. То есть красота природы, вот это все, вся эта сила входила в сердце. То есть она дала возможность сейчас быть таким уже здоровым, счастливым. Вам то же самое надо делать, искать способы наполнить себя сейчас, а не способы войти в нормальный ритм жизни. Вы все равно не войдете сейчас в нормальный ритм жизни, потому что вам сейчас не положено. Придет время, два месяца, вот посмотрите, пройдет два месяца, и у вас все начнет налаживаться само в жизни. И вы войдете в структуру обычную, в работу, и все пойдет как надо. Наполнить вы имеете в виду чем? Тем, что будет вам давать силы. Это может быть три варианта. Первый вариант – это движение или спорт, какую-то деятельность для тела, контакт с природой. Это первый вариант. Это дает здоровье человеку и силы. Второй вариант – это когда вы начинаете служить людям, заботиться о людях, просто думать хорошо, желать всем счастья. И это наполняет вас социальными отношениями. То есть у вас появляются связи. Ну, допустим, я девушке вчера рассказывал, как надо замуж выйти. Что надо… Это социальная сила называется. Она идет от людей. Ты начинаешь, допустим, любить людей, заботиться о них, и энергия любви тебя наполняет, и ты потом – бац! И кто-то хочет тебя взять замуж. Это так, действует сила. То есть она наполнился человек силой, и все. То же самое здесь, допустим, мужчина не работает. Что ему в это время надо делать? Заботиться обо всех, всем помогать. Должен копить социальную силу. Он говорит, конечно, Олег Геннадьевич, вам хорошо, там, вас весь мир знает. Мне точно так же был. Я был студентом, который был абсолютно одинок. Не было никаких контактов, отношений. Я учился, у меня не было связи. Там большинство студентов поступали, потому что они дети богатых людей. А я поступил, я просто был никто в этом институте. Просто ноль. Мне было там 19 лет. Я работал медбратом, там, сторожем, дворником я работал. Все вот эти вот такие вот специальности, очень низкооплачиваемые. Выживал как мог. Мои родители не могли мне помочь. Но я одну вещь усвоил. Если я помогаю людям, то дальше моя жизнь становится все сильнее и сильнее. Если я занимаюсь спортом, то есть я с детства бегал, занимался йогой. У меня было хорошее здоровье из-за этого. И знаете, когда я начал читать лекции, я просто лечил человека и рассказывал ему, как правильно жить надо. Я ему точки там нажимал, лежал в больнице, я приходил к нему и просто сам по доброй воле работал с ним, заботился о нем. Он смотрел, слушал, слушал меня и говорит, я главный научник сотрудник такого-то института, института подшипников в Самаре. Говорит, мне очень понравилось, как ты доносишь информацию. Все, что ты говоришь правильно. Давай, прочитай лекцию моему коллективу, у меня 30 человек научных сотрудников. Расскажи нам, как вести здоровый образ жизни, как правильно жить, чтобы быть эффективным на работе. Я говорю, я не смогу. Он говорит, почему ты не сможешь? Я говорю, я никогда не читал лекции, мне будет, я не смогу. Он говорит, не волнуйся. Все, как бы, и он когда выписался, он не забыл свои слова, пришел, нашел меня, сказал, все, завтра лекция. Я пришел, когда туда первый раз, у меня тряслись коленки, я вам серьезно говорю. То есть мне было страшно, я видел взрослых людей, ученых таких серьезных, а я простой пацан, как бы мне там в это время было 23 года. Ну, то есть я начал читать лекцию, через час меня уже было не остановить. То есть я там рассказывал, я забылся уже, что отношения с людьми сделали мою жизнь. Просто я заботился о людях, хотел заботиться, и это дало социальную силу. Точно так же у вас, у вас проблема, нет социальной силы. Вам надо сейчас начать заботиться о ком-то, и все. А чтобы заботиться, нужны силы, а сил у вас нет. Они берутся от природы, начните делать зарядку на улице или бегайте. С этим все в порядке, то есть тренажерный зал и бассейн. Замечательно, все, теперь служение людям, забота о людях, дальше знакомство, дальше возможности. Но сейчас это невозможно, через два месяца ждите, два с половиной месяца. Самое интересное, что есть динамично развивающийся бизнес медицинский, и мы помогаем иногда людям, скажем так, с большими скидками, некоторых бесплатно консультируем. Все, но в настоящее время это перестало приносить какое-то удовольствие, в принципе. И не радует ни доходы, ни динамично развивающиеся компании. Супер вопрос, супер вопрос. Смотрите, вы занимаетесь по своей природе, у вас все нормально в этом плане. Вас все это не радует по другой причине. Давайте микрофончик как бы мы возьмем. Вы прямо попали в точку. Я сейчас хотел об этом говорить. Это цель нашей лекции, об этом говорить сейчас. Я буду об этом говорить. Смотрите, есть определенные противоречия в психике человека, которые потом становятся ключевыми, каждого человека. Мы некоторые вещи очень сильно путаем. Первое противоречие. Женщина, допустим, хочет себя реализовать. Она говорит, Олег Геннадь, чем мне заниматься, чтобы я себя реализовал? Это является противоречием, потому что ей надо заниматься семьей для того, чтобы себя реализовать. А работа для нее — это отдых. Отдых. Это не самореализация для женщины. Самореализация находится в сфере личных отношений. Там женщина себя реализует как личность. А работа для нее — это отдых. Мужчина на работе развивается, дома отдыхает. Зачем ему нужна жена? От нее исходит энергия наслаждения. Она его расслабляет. Да он жену видит, он расслабляется. Ему легче становится. Детей видит, расслабляется. В квартиру заходит, расслабляется. Телевизор видит, расслабляется. Там все предназначено для отдыха у мужчины дома. Но где вы видели, чтобы женщина приходила домой и расслаблялась? Она приходит домой и сразу напрягается, потому что там много дел. Это как раз сфера ее деятельности, а не сфера ее отдыха. Дом. В этом заключается противоречие. Если женщина думает, что ее развитие находится в какой-то деятельности, она ошибается, потому что она перепрыгивает через один. И в результате она вообще ничего не получает. Невозможно в жизни перепрыгнуть через один. Если, допустим, через ступеньку, можно по-лесенски перепрыгнуть, если постараться. Но здесь, в этих вопросах жизни, этого не сделал, следующего не будет. В вопросах жизни все так. Если женщина не создала свою личную жизнь, не организовала нормально, дальше следующей ступеньки не будет, потому что реализация в социуме для женщины является следующей ступенькой. Объясню, почему. Вот она, допустим, пошла сразу в социуме реализоваться. У нее нет основы. Это как дерево без корней, понимаете? Нет куда брать силы. Можно дерево, может расти без корней? Да, мы можем там на солнце его поставить. Все классно, климат хороший. Нет корней, нет жизни. Точно так же у женщины семья – это корни, это ее основа. Это то, на что она в жизни опирается. Там ее сила, там ее стабильность, там ее возможность нормально жить. Но если она этого не имеет и идет в деятельность, в работу, там, учебу, еще что-то, диссертацию пишет, там, она тает в это время, она теряет силы. Чем меньше сил, тем меньше шансов выйти замуж. И это замкнутый круг дальше идет уже. Замкнутый круг. То же самое – это одно из противоречий, да? Следующая противоречия. Смотрите, люди думают, что максимальное счастье в жизни они должны получить от деятельности. А на самом деле максимальное счастье у человека может получить только в результате духовной жизни. Что такое духовная жизнь? У каждого свое. Один человек любит в храм ходить, он там счастье испытывает. Другой любит молитву читать. Третий любит, допустим, аскезы какие-то совершать для Бога, там, он постится для Бога, там, или, ну, пост, допустим, вот соблюдает. Или он для Бога ездит в святые места, допустим. Или он просто людям помогает, для Бога лечит кого-то, или заботится. Он это делает для Бога, не для заработка. Просто чисто он так хочет добрые дела делать. Когда человек добрые дела делает, он тоже Богу служит в это время. Потому что Господь его сердце радуется в это время. Знайте, что максимальное счастье человек может получить только от деятельности, которая не имеет никакой корыстной основы. Пока ты, ну, хочешь максимальное счастье получить от той деятельности, которая связана с твоим заработком, с твоим, как бы, ну, с твоим бизнесом, с твоей деятельностью, там нет максимального счастья, потому что там двигаются другие энергии. Эти энергии, они не могут разогнаться так сильно, чтобы в сердце огромное счастье испытать. Огромное счастье человек только от бескорыстных отношений может получить. Вот понимаете, если бы у меня была цель, как бы, на этих лекциях зарабатывать, я бы никогда на этих лекциях счастье не получил. Потому что меня всегда бы мучил вопрос, сколько заплатят, почему мало людей, там, и так далее. Я бы не смог раскрыться, потому что я постоянно был бы ограничен внутри. Но я не зарабатываю на лекциях. То есть эти деньги с лекцией не составляют моего благосостояния. Они идут на духовные цели, нравственные духовные цели. И поэтому я раскрыт здесь. Это не моя работа. Я здесь испытываю счастье в отношениях с вами. Мне нравится, я люблю людей. Нравится, когда они что-то понимают в жизни. Поэтому я испытываю счастье от этой деятельности. Но если бы у меня были какие-то другие планы на это всё, счастья бы не было. Был бы напряг. Хотя деятельность по природе то же самое всё. Вот ответ на ваш вопрос. Если вы думаете, что вы на работе вот это вот максимальное счастье, очень сильное глубокое удовлетворение испытаете, нет, это невозможно. Надо заниматься другой деятельностью принципиальной. Поэтому и люди занимаются благотворительностью. Они занимаются молитвами. Они занимаются помощью храма. Кто-то храм строит. Кто-то приходит туда служением заниматься. Кто-то молится. Кто-то ходит на службы. У каждого свои возможности. Но это и есть центр жизни. У меня есть один знакомый. Я приезжаю, когда к нему в гости. Он только об одном и говорит. Он строит небольшой храмчик. У него свой бизнес. Он православный человек. И он только об одном со мной говорит постоянно, когда я к ним приезжаю. О том, как он строит этот храмчик. Это его счастье. Он испытывает счастье. Он ходит туда, смотрит, как идёт строительство. И он просто счастлив бесконечно этой деятельностью. Ему больше в жизни ничего не надо. Это и есть то, ради человек живёт на самом деле. А бизнес, деятельность – это всё то, что нас развивает, даёт нам удовлетворение в сердце. Я занимаюсь своим делом. У меня всё хорошо. Жизнь стоит в правильном русле, идёт в правильном ключе. Всё нормально у меня. Но если вы говорите, почему я не испытываю вот этого глубокого удовлетворения от своей деятельности? Ну потому что так всё не создано. Деятельность человека не может ему дать глубочайшее удовлетворение, потому что она не связана с бескорыстием. Энергии там не движутся так чисто и сильно. Я, допустим, улыбаюсь вам, вы улыбнулись мне, я улыбаюсь вам, и потом я начал зарабатывать на ваших улыбках. Всё, на этом заканчиваются улыбки. Дальше уже будет улыбаться тяжелее. Вот, допустим, если я просто улыбаюсь, я улыбаюсь, когда мне захочется. Вот вы улыбаетесь, я улыбаюсь. Когда мне захочется. Но если я хочу что-то от вашей улыбки, тогда я буду улыбаться со всей силой. И это будет не та улыбка уже, понимаете? Ну то есть я вам говорю о том, как двигаются энергии. Они могут двигаться по-разному. Если человек бескористо что-то делает, ему легко это делать, у него нет проблем. Он что получил, то получил от деятельности. Он не сильно парится. Он делает всё для любви. Но если есть причина какая-то другая, я, допустим, хочу славы, почёта, там читаю лекции, ещё что-то, тогда я буду напрягаться. Я буду из вас что-то вымучивать, хотеть, чтобы вы... Я буду хотеть, чтобы вы меня полюбили. Представляете, как это противно? Буду хотеть стараться. Вы это будете видеть. Вы будете... А, я пошла с этой лекцией, я не могу это слушать. Вот, понимаете, о чём речь идёт? Что любое желание внутри деятельности создаёт помеху для движения энергии. Я разок в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, меня повели в один ювелирный салон показать, что какие у нас украшения красивые, вот вы камнями там занимаетесь, повели меня туда. Я зашёл туда. Правда, всё очень красиво, на самом деле. Но когда я увидел очень красивые лица продавщиц, кстати, красивые очень лица продавщиц, всё, и они очень красиво улыбаются с целью меня заманить, покупать товар. Мне захотелось уйти из этого места. Одна девушка подошла ко мне и говорит, «How are you?» Я понял, что надо сматываться. Потому что перестала двигаться энергия. Она от меня что-то явно хотела, а я как бы не хотел. Если бы я тоже хотел что-то купить, я бы сказал, «Окай». Я ничего не хотел купить. Я просто туда зашёл посмотреть на то, чем они торгуют. Я говорю, «Ну всё, пойдёмте отсюда, всё. Я не хочу здесь быть дальше». И мы убежали быстро оттуда. Если бы она не подошла, мы бы постояли ещё минут пять. Она не может не подойти, потому что рыбка-то срывается. Надо что-то делать. Ни те энергии, ни то движение. В деятельности не бывает полного счастья. Невозможно. Почему? Потому что мы всё равно от деятельности хотим... Нам же надо для того, чтобы жить, нужны деньги, нужен воздух, нужна пища, кровь. То есть для этого нужно что-то отдавать людям, чтобы что-то получить. Человек работает поэтому для того, чтобы жить на этой земле. Эта деятельность не бескорыстная. Она имеет свои ограничения. Конечно, лучше всего... А вы пересядьте оттуда, мужчины. Я вам разрешаю. Вот с вашего места, где вы сидите за камерой и меня видите в клеточку, да, вы можете пересесть на другое любое место, чтобы мы с вами общались поглубже. Итак, поймите такую вещь, что если мы говорим о самосовершенствовании, о развитии Личности, то зона труда, в которой я работаю, силы мне не даёт. Не даёт. Она их только забирает. Также имейте в виду, что если вы... у вас есть семья, жена, дети, вам это всё силы давать не будет. Только какое-то время жена даёт силы и дети какое-то время. Какое время дети-то дают силы? До полового созревания дают силы, а потом забирают. В семейной жизни с женой точно так же. Сначала идёт медовый месяц. Где-то три года силы идут от отношений, а потом надо в них отдавать силы уже. Это в лучшем случае три года человек получает силы от отношений. В лучшем случае. Поэтому ни семья, ни дети, ни работа не являются источником силы для человека. А что является источником силы? Источником силы связано всё, что с Богом то и является. Например, природа. Всё, что связано с природой, это источник силы бесконечный. Земля даёт спокойствие человеку. Допустим, если ты напряжён, спать не можешь. Есть напряжённый, спать не можешь, суставы хрустят, позвоночник трещит, запоры, головные боли. Всё это признак напряжения внутри. Разные признаки есть. Земля. Как получить от неё силы? Только движение. Движение даёт человеку контакт. И любовь. То есть, если ты с любовью бегаешь по земле, допустим, то она тебе даёт силы. Думай о земле, люби землю. Расслабишься. Спать будешь хорошо. Головные боли пройдут, запоры пройдут. Понос пройдёт. Судороги пройдут. Нет, не надо быть, не обязательно. Босиком летом, когда тепло. Зимой можно не босиком. А то, знаете, что можно так иногда ступить, и потом не оторвёшь уже ногу. Примерзло. Мороз же может быть серьёзный. Я закалялся. Я помню, что после где-то 25 ты встаёшь просто на плотный снег. И если ты продержал чуть-чуть больше ногу, то она примерзает. Ну, то есть, оторвать уже только через какие-то болезненные ощущения. Ожог потом, кожа наступает. Поэтому, ну, ограничения в босиком есть определённые температурные. Но неважно, неважно. Земля даёт спокойствие человеку. Воздух даёт тонус, наоборот. Если ветер, допустим, дует, свежий воздух, ты, допустим, активно думаешь о воздухе, бежишь, дышишь свежим воздухом, у тебя картинка сфокусирована. Допустим, человек чувствует, что оно плохо. Не может сосредоточиться. Ему не хватает воздуха. Надо просто дышать воздухом, гулять, двигаться. Бац, картинка есть. Есть сосредоточенность, возможность концентрироваться, работоспособность повышается. Всё. Дальше. Если человек в депресснике, постоянно всё плохо, тяжело, ему не хватает солнца. Солнца, энергии солнца, оптимизм. Причём солнце не обязательно, чтобы оно светило. Там, скажем, у нас в Сибири нет солнца, Олег Геннадьевич. Солнце есть везде. Просто вопрос, как на него настраиваться. Люди хорошие, это тоже солнце. Позитивно настроенные люди, это солнце. Специи острые, допустим, остро-сладкие. Это энергия солнца. Специи. Вот. Радость, улыбки, это энергия солнца. Всё. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно даёт своё тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле ещё светлее. Ну, то есть, дарите солнце, означает улыбки, улыбайтесь, радуйтесь людям, это тоже солнце. Солнце даёт человеку иммунитет хороший, даёт позитивное мышление, радость, хорошее настроение, хорошая активность жизненную, силы даёт жить. Сособность побеждать судьбу, то есть, солнце даёт. Деревья дают спокойствие, ну, дают стабильность. Я сегодня пробежался и возле дерева встал. Один человек проходил мимо, посмотрел такой, как бы, сочувственно посмотрел, типа, ну, дошёл уже парень, и что уже, как бы, к деревьям уже начал прислоняться. Вот, ну, я смиренно воспринял его взгляд, всё нормально, ну, как бы, согласен. Я нуждаюсь в энергии дерева, потому что нужна стабильность. Если человек чувствует, его колбасит то одно, то другое, он не может собраться с мыслями, ему тяжело, как бы, надо вставать к деревьям, стоять. 25 минут где-то нужно, чтобы все каналы психические прочистились. Это увеличивает продолжительность жизни. Бег, допустим, встать возле деревьев. Бег, что делает человеком? Он разминает, разминает его всё тело длительно. И в результате сгорают все, вот, знаете, как опухоли начинают развиваться? У человека есть в организме зоны, в которых энергия замораживается, то есть она не двигается слишком активно. Это признак старения. У каждого человека застывает что-то. Вот у вас, допустим, позвоночник застывает. Женщина на втором ряду. Да, вам нужны наклончики. Иначе вас вот так согнёт, вот так и всё, и будете вот такая скованная. У каждого человека что-то своё застывает. Понимаете, в жизни. И поэтому движение является основой долголетия. Если человек двигается долго, движение, не то, что там два раза плечами махнул, всё, типа, нужно долгое движение. Примерно 40-50 минут каждый день нужно двигаться, чтобы быть здоровым. И в это время сгорают вот эти зоны, замороженные в организме, где энергия плохо двигается, которые становятся причиной онкологии. Поэтому даже есть доброкачественные опухоли, допустим, в организме. Движение – самый лучший способ убирать эти опухоли. Ещё плюс – стоять возле деревьев, которые толще человека. Они тоже сжигают, вот они активизируют человека и убирают склонность к онкологии. Онкология – одна из главных причин сейчас гибели человека. Причина – гиподинамия. Гиподинамия. А вы выберите, вы начните встать. То же самое, как бы меня спрашивают часто, любую девушку замуж брать. Ну, вы начните общаться, поймёте со временем. Вы как бы смотрите, общайтесь, всё, узнаете потом. Также с деревом тоже начните вставать, и будет нормально всё у вас, разберётесь. Вот, то есть о чём я сейчас вам говорю? Я говорю о том, что есть такие силы в этом мире, которые дают силы. Большинство людей истощаются в жизни, потому что они всегда контактируют только с тем, что связано с корыстью. То есть работа, дом, семья – всё это истощает человек. Вы говорите, у меня нет времени на это. Ну, хорошо, если компьютер, допустим, не имеет питания, и говорит, у меня нет времени заряжаться. Что дальше будет? Вон, здоровый компьютер, нормальный, всё классно. И всё, и он не может работать уже. Почему? Потому что батарейка кончилась. Понимаете, так же у человека. Если человек не заряжается, он не находит время на то, чтобы бегать там, на природе зарядку делать. Второй вариант зарядки – заряжается. Человек должен заряжаться социальной энергией, идущей от людей. Надо желать всем счастья. То есть здесь немножко другая система. Если на природе я напрягаю себя, чтобы двигаться, и тогда я там смогу зарядиться, то здесь в отношениях с людьми нужно для них что-то делать. Вот, допустим, желай счастья людям, заботься о них, помогай. Тогда ты заряжаешься. Что это за сила? Это сила любви. Это сила любви. Приведу пример. Я, допустим, в Москве, я шел на одну встречу, где мне нужны были силы. Я чувствовал, мне тяжело общаться с этим человеком. Ну, нужно было. Всегда есть какие-то нужды у всех. Вот. И просто это случай. Это было случайно. Я увидел, что одна женщина, пожилая и слеповатая, пытается перейти через садовое кольцо. Представляете? Просто куча машин, и даже там вообще-то надо в переход идти, иначе ты вообще через него не перейдешь. Она стоит возле дороги. Я подошел к ней, говорю, вы чего хотите? Она говорит, я хочу хлеба. Там магазин, там. Я кушать хочу, хлеба хочу. Я говорю, на переход. Она говорит, я не смогу там пройти, потому что я старая, у меня ноги не гнутся, как бы. Я говорю, ну вы постойте здесь, я сейчас вам хлеб это куплю, принесу. Я побежал, через переход сбегал, купил ей хлеба, принес. И она щупает его, она не видит ничего, оказывается, еще. Щупает его, говорит, а что это он какой-то не такой? Я говорю, да он разрезанный на кусочки. Она говорит, а вот оно что. Понимаете, то есть, ну уже как бы в своем мире живет человек. И она такая была счастливая. Она говорит, дай мне руку. Я ей руку даю, она трогает меня вот так вот. Вот, будь счастлив. Счастье мне благословляет, меня такая. И вот в меня вошла вот такая сила внутрь. Вошло что-то в меня внутрь, вошло. Я пошел навстречу, разговариваю, вообще никакого напряга. Вот она мне что-то дала внутрь, я общаюсь, хорошо. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть, это вот эта сила, которая дает возможность человеку, большие возможности в жизни. Помог человеку, зарядился. Понять, что зарядился невозможно. Только в результате отношений ты увидишь, что ты заряженный. Потому что тебя ничего не раздражает. Ты можешь спокойно общаться. Влияние от тебя идет хорошее. То есть, ты разговариваешь с человеком, от которого, допустим, что-то зависит в твоей жизни. Но тебя не напрягает ничего. Почему? Потому что ты зарядился добрым делом. Помог человеку. И получил от него благословение. Получил счастье. Еще один пример рассказал мне один. Я читал семинар по победе над трудностями судьбы. По-моему, даже здесь. Это было в Омске. Пару лет назад. Один молодой человек мне рассказывал, что у него были трудности в бизнесе. В частности, в отношениях с начальником. И он пошел в храм. В свой храм, в свои веры. И он пришел, говорит, там какая-то женщина, видно, она там работает. То ли монашка, то ли кто. И он говорит, я хочу здесь что-то сделать. Она говорит, замечательно. Это была весна. Она говорит, вот давай, вот все клумбы прибери и их вскопай. Вот будем сажать там растения. Он все сделал, то, что она сказала. Вот они все засадили. И на это понадобилось там часов пять, наверное. То есть много времени он там потратил. У нее был свободный день. И потом она, когда все закончилось, она подошла к нему, смотрит на него, улыбается. И говорит, ну нагнись чуть-чуть. Нагибается. Она ему руки вот так на голову говорит. У тебя все будет хорошо. А где конкретно, как бы ничего она не сказала? Он пошел к начальнику. Начальник уже улыбается такой. Как будто бы ничего не было вообще. Просто как рукой сняло проблему. Представляете? А почему так? Потому что у нас же есть сердце, есть вот эти нити, тонкие отношения с людьми разными. Если эта нить наполнилась, судьба сама распределяет все. То есть сердце уже известно, куда это послать. Поэтому даже не надо думать об этом. Если у тебя есть там напряг, ты чувствуешь, с начальником тяжело. Эта ниточка у тебя напряжена, тебе плохо, у тебя сил нет с этим справиться. Ты сделал доброе дело, тебе кто-то улыбнулся, дал тебе благословение или просто улыбнулся, тоже благословение. И у тебя раз, она сама наполнилась любовью. Сама эта ниточка социальных отношений, связей. И все, тебе стало легче. У некоторых со здоровьем трудности, надо на природе бегать. У некоторых грусть, тоска меня снедает, одиночество там. Или еще не может человек на работу устроиться. Означает, у него не хватает силы любви к людям. Ему надо начать что-то с любовью делать для людей. Напрягать себя, это напрягать себя надо. Часто люди не хотят этого делать. Заставлять себя это делать. И тогда у тебя появится движение этой энергии, дающей тебе социальную силу. Ты будешь защищен. У тебя появится возможность иметь больше, чем в жизни ты имеешь. И третья вещь, которая человеку нужна, для того, чтобы наполниться. Вот смотрите, где вы опустошены. Если чувствуете здоровье, у меня усталость, Олег Геннадьевич, где я опустошена? В отношениях с природой. Иди, гуляй, бегай, прыгай, зарядки делай. Что-то делай, чтобы наполниться природой. Не будет усталости. А если я болею, тоже в отношениях с природой. А если у меня геморрой, тоже в отношениях с природой. Что-то вылазить, тоже в отношениях с природой. Не хватает энергии природы. Всегда, когда здоровье страдает. Значит, если... А если у меня нет работы, значит, тогда ты мало делаешь что-то для людей. У тебя не хватает деятельности, направленных на людей. Вы скажете, я не знаю, кому делать, никого нет вокруг. И на самом деле есть много людей, которым нужна помощь. Начни с собачек, если людей нет. Корми собачек на улице, птичек. Вот знаете, как бы... У меня был пример в Красноярске. Я выхожу из подъезда, смотрю, с такой пластиковая бутылкой висит, там семечки внизу. И птички залетают, воробьи. Хвать семечку, вылетает. Хвать и так постоянно, вот так вот. Они туда залетают. Вот, я начал смотреть по сторонам, смотрю, сидит женщина в окошке. Она этот скворечник поставила, она. Видно, одинокий человек. Она счастлива от отношений с воробьями. Они клюют семечки, она испытывает любовь, радуется, на меня смотрит, тоже улыбается. Она наполненный человек. Просто потому, что она поставила один этот скворечник. Она стала наполненным человеком в жизни, понимаете? И она туда подсыпает семечки. Но она получает очень мощный обмен, даже просто с птицами, понимаете? Ясно, что этот человек имеет больше социальных возможностей. В ней больше любви. Она имеет больше силы жить, сто процентов. Ну а если ты, допустим, людям начнешь помогать, а не птичкам, будет еще больше результат. Больше счастья, любви у тебя в жизни будет. Больше силы, возможностей. И третья вещь, третья сила, которая исходит, как бы отдает, тоже это божественная энергия, но это уже непосредственно связано с Богом. Это вера человека. Причем лучше всего ничего не менять в этом плане, оставаться в своей вере. Потому что где человек родился, какая культура, все проще, понятнее, как бы ничего не надо менять. Вера — это то, что разрушает препятствия. Вот, допустим, мне сегодня сказали, вот заболела девушка раком четвертой степени. Это препятствие для жизни, причем колоссальное. Только отношения с Богом могут сжечь эту болезнь. Это реально, я много раз такое видел. Но отношения с Богом должны быть сильными. У меня есть пример специально для вас, рассказываю. Одна моя знакомая встретила меня в святом месте, ну, то есть такая старшая для меня, старшая она ученица моего наставника, уже в возрасте, монашка. И она говорит, ты вот смотришь всем, говоришь, там, болезни. Ну, посмотри мне, скажи, у меня есть рак или нет? Я посмотрел, смотрю, что-то в легком не так. Говорю, ну вот мне не нравится у вас правая легкая, вот в такой-то зоне есть вероятность, что там опухоль. Она говорит, правильно. Там, он говорит, ну сколько ты видишь? Я говорю, ну вот столько примерно. Она говорит, правильно. Улыбается такая. И рассказала мне историю своей судьбы. Она говорит, я когда была совсем юная, мне было где-то 25-26 лет, я начала чувствовать себя плохо. Пришла к врачу, у меня сделали все полное обследование, мне сказали, у тебя рак легкого, будем удалять легкое. Вот, она подумала, думала, что я буду калекой жить. И пошла в монастырь, в медический монастырь она пошла. И сказала Богу, что вот если хочешь, забери мою жизнь, я тебе отдаю ее. Я буду или монашкой жить, или, может быть, я от рака умру. Вот как решишь, так и будет. И начала молиться, заниматься духовной практикой. Через несколько лет она обследовалась, опухоль застыла. Она перестала расти. Все. Прошло 40 лет, опухоль застыла. И когда у ней вопрос к Гогу был, что она так всегда будет застывшая, она как легла спать и во сне услышала такое, почувствовала, что пока ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, духовной практикой, она расти не будет. А если бросишь, начнет расти. Потому что ее жизнь для себя по судьбе ей не положена была. А для Бога сколько хочешь, живи, нет проблем. Поэтому если человек начинает вот так вот отдавать свою жизнь Богу, то жизнь его может продлиться очень сильно. Она может поменяться, все в жизни может поменяться. Другой пример. Я в Индии работал, как бы изучал веды и жил в одном месте. И работал там врачом в госпесе. Госпесе — это когда люди приезжают умирать. И там было святое место, и люди возвышенные приезжали, когда у них тяжелое заболевание или состарились. Они приезжали туда, чтобы в благоприятном месте с молитвой уйти из жизни. Одна девушка в возрасте где-то 25 лет, она приехала туда, чтобы уйти из жизни, потому что она болела раком крови, ликозом. Такая бледненькая, как бы такая уже худенькая, молодая девушка. Она была не замужем. И вот она молилась просто и готовилась к смерти. Все, перестала принимать лекарства, химию, все, закончила лечение. Вот видно, уже ей сказали, что недолго осталось. И она там жила, молилась. И потом через горд чувствует, что-то ей все лучше, лучше становится. Думаю, надо, может, я исследую, обследуюсь. Она обследовалась, мне не нашли рака крови. Не нашли признаков никаких. Все, здоровый человек совершенно. И она думает, ну, наверное, временно как-то лучше стало. Еще прожила там год. В том месте помолилась, все так же. Готовилась к уходу. Боялась признаться себе, что она здорова. Потом опять сделала обследование. Ничего нет. И потом она все-таки поняла, что она выздоровела. Окончательно она приняла это. И в это время она встретила очень хорошего человека. Они сыграли свадьбу. И она получила мужа. То есть она приехала помирать. Вылечилась от болезни, вышла замуж. Результатом такой. Ну и поехала потом дальше жить обычной жизнью уже. Они поехали. Все нормально. Я не знаю, что дальше было. Но я вам сейчас рассказываю, как непреодолимые препятствия в жизни преодолеваются. Муж уходит, допустим, человек в изгнании находится. Не может найти ни работу, ничего. То есть непреодолимое препятствие какое-то в жизни. Одиночество, не может человек выйти замуж. Непреодолимые препятствия преодолеваются с помощью энергии Бога. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, у каждого человека это по-своему. Может быть человек просто как бы храмы строит, или он молится, или человек постится для Бога. Я не знаю. У каждого человека совершенно по-разному. Это называется духовная практика. Вот эта деятельность, она дает такие силы, что человек может победить непреодолимые препятствия в жизни. Насколько большое препятствие, настолько много надо отдавать себя Богу. Не то, что чуть-чуть что-то сделал, раз, препятствий нет. Это все опять же зависит от твоих усилий в отношениях с Богом уже. Но я вот сейчас вам эту тему поднял, потому что она очень актуальна. Вот вопрос мужчины как раз был на эту тему. Силы брать можно только от того, что связано с Богом. Люди с Богом связаны, их сердца точнее, природа с Богом связана и храм. Вот там человек получает силы. А если вы хотите силы и счастье получать от работы, то это возможно. Возможно. Но только так, что ты получаешь эти силы просто потому, что у тебя что-то получается. Ну то есть ты занимаешься нужным делом, ты пользу приносишь какую-то, и тогда силы ты получаешь от работы. А бывают на работе трудные периоды, и там силы наоборот забираются. Например, ты работаешь, ничего не получается, ничего не движется вперед, и все твои силы туда уходят. Точно так же с женой. Иногда ты живешь с женой, и силы получаешь с мужем от детей, силы получаешь. А иногда все силы отдаешь, и становишься как выжатый лимон, или как губка без воды. Ну то есть не остается ничего, никакой энергии. Так действует работа, жена или муж и дети. Но природа так никогда не действует. Если ты счастье людям желаешь, никогда это так не действует. И если ты в храм ходишь, это так никогда не действует. Там ты только получаешь силы всегда. Никогда не отдаешь. Только получаешь. Поэтому если человек свою жизнь так построил, что он только отдает силы, он только тает, у него деятельность вся связана именно с его корыстными какими-то мотивами, тогда человек израсходуется и потеряет силы. Теперь еще одну тему, которую я хочу вам напомнить еще раз, а не сказать, потому что все люди всегда об этом забывают. Тема заключается в том, что чтобы получить счастье и наполняться жизнью, человек должен понять схему отношений с временем. Запомните, только когда человек принимает свой крест, сегодня актуально об этом говорить, когда человек свой крест принимает, свою судьбу и говорит, да, это все моя судьба, я во всем виноват, я никого не виню, это моя жизнь, мне положено таких родителей, такого начальника, таких детей, такого супруга, я принимаю все. Хоть это больно, больно, но я все принимаю. Жизнь такого человека или контакт с временем приходит в настоящее время. То есть в это время человек, когда все принял, он начинает обмен с этим миром, с его сердца, только приняв судьбу, человек получает контакт с этим миром полноценный, он может дышать полноценной грудью, может всем смотреть в глаза, всем улыбаться, терпеть, прощать, принимать, только тогда, когда он все со всем согласен. С правительством, с начальником, с женой, с детьми, со всем согласен. С болью, но согласен. Это мое, вот мне так положено. С болью, но согласен. Тогда он начинает жить. Как только ему что-то не нравится, он против, он кулачками стучит, протестует, то его контакт с временем уходит или в будущее, или в прошлое. И это значит, что обмен энергии счастья с ним заканчивается в этот момент. То есть человек живет будущим счастьем, он верит в будущее, и попадает в суету такой человек, начинает бежать куда-то, он не чувствует, ну допустим, смотрите, я стою на остановке, допустим, да? Или допустим, я стою, я, у тебя же хороший пример, супер, вчера был, я прилетел на самолете, у меня все было распланировано. Самолет садится, у меня до лекции 3 часа, мне надо успеть в баню, расслабить, снять напряжение, и потом ехать на лекцию сразу. Все. Я встаю возле паспортного контроля, там передо мной 10 человек, и это абсолютно первый уникальный опыт в моей жизни, потому что каждый человек проходит по 6-7 минут. Чего уж там они смотрят, я не знаю. Ну то есть, я задержался на 40-50 минут на этом паспортном контроле, то есть самолет прилетел вовремя, все нормально, чемоданы лежат, но меня не выпускают, потому что, а вдруг я преступник, изучают, то есть очень сильно паспорта. У вас уникальное место здесь в Омске, вы знаете об этом, что больше нигде так не изучают, я по всему миру ездил, такого нигде не видел. То есть здесь особый контроль идет над людьми, очень добросовестно работают. Вот. И у меня планы разрушаются, то есть я стою там на этом паспортном контроле, баня как бы, до свидания. Слава Богу, мне сказали, что лекцию сместили на полчаса, потому что здесь мероприятие какое-то было, и я успел чуть-чуть в баню сходить, восстановить силы. Но я о чем говорю сейчас? В это время я уже распланировал свою жизнь, да, а принять паспортный контроль, что он разрушает мою жизнь, я не смог. Не смог. И там был один слушатель моих лекций, он за мной наблюдал, как я себя вел. Я пошел туда, где в будке эта девушка сидит, бедная. Я смотрю на нее, говорю, очень медленно. Вы принимаете всех очень медленно, я ей говорю. Она такая смотрит на меня, что за такое явление природы пришло. Этот слушатель моих лекций подходит, говорит, Олег Геннадьевич, ну давайте я вас пропущу. Я так стыдно стал, думаю, вот лекции читают. Потерпение. У меня как раз с Максой была лекция до этого. Терпение. Что это тебе, терпение? Очень медленно. Вы принимаете меня? Почему? Потому что я распланировал, я как бы хотел в баню, а меня паспортный контроль не пускает в баню. И я страшно, я стою, у меня баня там прямо началась уже, я вспотел. Все. Это означает, что я как бы не принимаю судьбу просто. Судьба сама решает, ты в бане будешь стоять или на паспортном контроле. И я не смог принять тогда судьбу. Я принял позже, сегодня уже, во время молитвы. Я баню принял, все. Но вот эта суета или напряжение всегда идет от того, что мы не можем судьбу принять в сердце свое. Мы не хотим, бунтуем, бунтуем. И человек живет в суете. В результате он становится напряженным сначала очень сильно, а потом он теряет волю. И в результате соединяются две вещи. человек становится безвольным, не способен ничего с собой сделать, он не способен рано вставать, не способен зарядку делать, у него нет сил. И очень суетливым, когда касается этой работы, там он бежит, допустим, вот представьте, допустим, едет в троллейбус, я стою на остановке. Что в это время я должен делать? Я должен желать всем счастья. Ну, как бы, люди напряжены, допустим, нет сил на них, рядом все напряжены. Хорошо, деревца люби, птичек люби в это время, но не поворачивайся туда, где должен троллейбус идти. Не поворачивай туда свою голову, потому что ты, когда входишь в контакт с будущим, начинаешь его тянуть. Своим сознанием. Ждать, когда придет автобус. Это значит, жизнь начнется, когда ты сядешь в троллейбус. Но она там не начнется, потому что ты на другую жизнь переключился. Когда придет троллейбус, ты сядешь с него и будешь ждать, когда он приедет уже. Потом, когда он приедет, ты будешь ждать, когда ты до дома дойдешь. Когда до дома дойдешь, ты будешь ждать, когда кино начнется. А когда кино начнется, ты будешь ждать, когда уже, наконец, его прибьют. Кого должны прибить. Но таким образом ты постоянно будешь жить в будущем. Потом ты устанешь смотреть, думаешь, надо уже скорее спать и идти. Ну то есть жизнь всегда с будущим.